Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за день поражены 4 пункта управления, 38 районов средоточения живой силы и военной техники, 4 склада боеприпасов в районе Солидар Донецкой Народной Республики, а также в районе Харькова радиационная станция контрбатарейной борьбы производства США. В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведены из строя 41 единица военной техники. Операционно-тактической и армейской авиации поражено 45 районов средоточения живой силы и военной техники, а также хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики. Подразделениями артиллерии поражены 14 пунктов управления, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов средоточения живой силы и украинской военной техники. Кроме того, в районе населенного пункта Долина Харьковской области уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Глубокое, Лепцы, Харьковской области, Александровка, Донецк, а также 10 реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое, Донецкой народной республики. Кроме того, над островом Змеиный сбит в воздухе 1 беспилотный летательный аппарат и перехвачены 3 украинские баллистические ракеты «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 827 беспилотных летательных аппаратов, 304 зенитно-ракетных комплекса, 3022 танка и других боевых бронированных машин, 366 установок реактивных систем залпового огня, 1479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2832 единицы специальной военной автомобильной техники.